Я родилась в городе Чебоксара, на Чапайском поселке, и всю свою сознательную жизнь, трудовую, проработала в Чебоксарах. Если говорить про город детства, это Чапайский поселок, где прошло все мое детство, у меня сегодня очень сильное впечатление. Это я присутствовала, мне повезло, когда мы в парке завода закладывали письмо пионерам 2000 года. Вот тогда это как-то казалось, так это далеко это время, оно не скоро, наверное, придет. В этом письме как раз были напутствия такие, чтобы мы ценили то, что сегодня есть. Кто так знал, что так изменится время, что так изменятся даже некоторые ценности. Так получилось, что мне пришлось уехать на некоторое время в город Новосибирск по направлению. Но почему-то звала какой-то голос, и я больше года там не смогла отработать, и вернулась сюда. И вот после этого приезда всю свою жизнь посвятила работе жилищно-коммунального хозяйства. Мое профессиональное занятие, работа, хобби. Почему? Потому что на первый взгляд, наверное, всем кажется, что в ЖКХ работать легко. На самом деле это как в дружбе, это понятие круглосуточное. И когда ты выходишь на такой уровень, как обслуживание города, обслуживание жилого фонда, то здесь нет ни выходных, ни праздников. Постоянно нужно быть готовым, что тебя вызовут на работу, что нужно решать какие-то проблемы. Я поработала в команде Анатолия Александровича Щегунного. Тогда в этой команде работало много людей, и чьи имена сегодня известны и за пределами Чувашской республики. Хочу сказать одно, что вот именно с ним было работать очень сложно, но было очень интересно. При нем началась реализация таких программ, как дворы, тротуары. Я помню такой случай, многие, наверное, горожане помнят, когда у нас остановочные павильоны были выполнены все из металла. Они стояли, как старые ржавые гаражи. И началась замена их вот на стеклянные конструкции. И буквально через несколько дней начались информации такие, стали поступать, что они бьются, надо менять стекла. И это настолько было хлопотно и дороговато в те времена, что нас все-таки заставляли их менять. Я не знаю, помнит Антон Александрович или нет, но он сказал, что мы заставим людей, чтобы они научились беречь это. Именно при нем мы участвовали и получили тогда звание «Самый благоустроенный город России». И вот в этот период, где-то 4-5 лет, был очень сделан большой рывок благоустройства города. Вот самые такие яркие впечатления от подвига, который, наверное, никто и не заметил. Это залив, когда здесь были велосипедные гонки, и накануне был сильный ливень. И вся земля с откосов, она сползла на вот эту прибрежную часть залива. И за всю ночь работали люди, очищали, и буквально за 5 минут до старта техника была убрана с этой территории, и не сорвали данное мероприятие. Поэтому для меня сегодня город Чаваксар – это люди. Люди, которые делают свою работу, тогда работали, наверное, за совесть. Тогда это все происходило с местного бюджета. Все это, скажем так, нужно было уложиться в сумму, и чтобы это было дешево и в то же время красиво. И вот эти муниципальные программы, они сейчас нашли свое подтверждение в федеральных программах. И слава богу, что они продолжаются. Конечно, денег мало. Многие годы мы просто не обращали на это внимание. Сейчас требования растут, и горожане уже привыкли к другому уровню жизни. Сегодня их не устраивает то, что было, например, 30 лет назад. И это, наверное, правильно, мы должны стремиться к этому. И поэтому вот этот статус, самый благоустроенный город России, он тоже нелегко дается. Но это же работа не только профессионалов, не только работников ЖКХ, строителей. Это самоуважение самих жителей, которые должны ценить, что делают вокруг них. Это должно воспитывать уважение к своему городу, любовь. Город, в котором я прожила всю свою жизнь. И в город этот мне хочется возвращаться. Почему? Потому что здесь жили мои родители, здесь они похоронены. Здесь живут мои дети. И я сегодня делаю все, чтобы после меня остался след, такой, как в стихах говорится, след, чтобы вытерли паркет и посмотрели косов след, или незримый прочный след в чужой душе на много лет. Субтитры создавал DimaTorzok